Матушка Мария 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 Жить в этом храме. После него служил здесь отец Олег и отец Георгий, могилка которого находится здесь. Когда мы пришли сюда с батюшкой пять лет назад, на крестах, которые стояли здесь, но они были здесь старые кресты, была только фамилия Протерея Константина, Гребенюк Константин и более ничего. А вот на могилочках, на старых крестах батюшки Игумена Серафима и Протерея Георгия стояли вообще таблички другие, Кузнецова Мария и еще какая-то бабушка. И как вот рассказывают прихожане наши, духовное чадо батюшки Зосимы, они присутствовали на похоронах Игумена Серафима, что похороны батюшки исходили тайно. Батюшка Зосима даже здесь его не отпевал, а только вот предал земли и уехал, потому что ну нельзя было здесь находиться. А вообще батюшка Зосима очень дружил, духовная такая дружба была с Игуменом Серафимом. И Игумен Серафим сам привел от Зосимы, показал место, где он бы желал быть захороненным. И батюшка Зосима завещание это исполнил. А как вот рассказывал отец Зосима, когда ставили эти кресты, эти кресты ставили уже последний год жизни, последний радонец от батюшки Зосимы. Ну вы знаете, что батюшка Зосима каждую радонецу и в день памяти матушки Мариан 11 июля, в день Ангела всегда приезжал на ее могилку помолиться и не забывал о батюшках. И вот когда встал вопрос, что батюшка может уже время сменить вот эти вот старые таблички на этих крестах и написать на самом деле, кто здесь похоронен, батюшка Зосима дал такое добро, благословил. И вот последняя его радонеца, он приехал и устанавливались при нем эти кресты Игумену Серафиму, Протерею Георгию, Протерею Константину. Ну а нам были сказаны в завещании такие слова, что ухаживайте за этими могилками, почитайте этих священников, умолитесь им, когда будет тяжело. Вот, и они будут вам помогать в ваших бедах, в ваших скорбях. Ну и по милости Божьей, так вот, прихожане нашего храма стараются ухаживать за могилками Протерея Георгия, Протерея Константина, Игумена Серафима и матушки Варвары. Это была матушка Протерея Константина. Таким образом выполняем завещание батюшки Зосимы. Батюшка Зосима, вот когда устанавливались эти кресты, он очень радовался, радовался как ребенок. Шутил очень много тогда. И вот говорил, матушка Полинария, она старенькая такая уже была, а приехала, вот садила эти цветочки здесь, возле могилки своего духовного отца. И он говорил, ну, мать, расскажи, расскажи, какой твой был духовник, вот тем, кто не знает. И матушка Полинария нам рассказывала, что Игумен Серафим был очень добрый, очень такой, говорит, ну любвеобильный. Истинная такая любовь была и к Богу, говорит, и к людям. И когда он даже лежал, говорит, тяжело больным, а жил он тогда на Ларинке в городе Донецке, к нему очень много приезжало людей, паломников из России приезжали за советом, за благословением. И матушки, конечно, видя, что батюшка тяжело болен, многих не пускали к нему. А он иногда так серчал на них, плакал, вот говорил, ну пустите ко мне людей. Они же приехали так издалека. И не просто так приехали, а за благословением, говорит, за молитвочкой ко мне, пустите. И матушка говорит, ну тогда уж мы, говорит, открывали двери, пускали к батюшке. Батюшка, говорит, лежал, говорит, на ложе, тяжело больной был, говорит, а людей все равно принимал, молился за них. И вот как они говорят, что он был очень похож на Серафима Саровского. И при жизни, как матушка Полинария рассказывала, Серафим Саровский являлся ему. А за протерея Константина вот такой тоже случай вспоминаем. Когда был первый наш престол, это в 2000 году, когда батюшку перевели сюда на этот приход отца Владимира. И батюшка Зосима приехал со своими монахами на первый престольный наш праздник. И вот когда он зашел в дом, он посмотрел так по стенам в столовой и говорит, все, все было как при мне. Так, подождите, а где фотографии батюшки Константина и матушки Варвары? Или батюшка, простите, но рамочка разбилась, она сейчас в келье находится вашей, в келье, где сейчас батюшка. Он говорит, смотрите мне так строго, чтоб никуда эту неделю фотографию. И молитесь всегда за протерея Константина и его матушку Варвару. Ну и так батюшка молится, спаси его Господи, на литургиях, на панихидах. И мы, по милости Божией, те, кто находимся рядом с ним, тоже всегда молимся батюшкам. Ну и вот вы уже, наверное, видели, что у нас в храме живут здесь духовные чады батюшки Зосимы. И каждое утро на наше начинается с того, что мы приходим, берем, молимся у матушки Мариамны, у батюшек, берем благословение на день и начинаем тогда уже трудиться. Очевидцы рассказывали, как проходили похороны Игумена Серафима. Я уже вам говорила о том, что он заповедовал, чтобы его похоронил отец Зосима именно на этом месте. Привезли тело батюшки Игумена Серафима, и тут же приехала машина, в которой привезли батюшку Зосиму. Тогда еще он был отцом в Савате. Вот батюшка быстренько, как говорится, даже не было полной такой панихиды. Полную панихиду он уже служил у себя в храме. Вот он отпел, предал земли батюшке и опустили тело. И вот как только опустили тело, начали уже наши прихожане землей забрасывать могилу. Сделали, начали делать только маленький холмик. И тут же подъехал автобус, с которого вышли представители той богоборческой власти. Это и представители Мариинского райисполкома, и работники КГБ, которые подошли и спросили, кого похоронили наш настоящий староста Алексей Кириллович. Он сказал, что здесь похоронили рабу Божию Марию. Вот, какую Марию? Они говорят, ну, назвали фамилию Кузнецова Мария. Вот, а нам сказали, что здесь похоронили священника. Он говорит, да нет, это вам, говорит, солгали. Вот, ну что ж, тогда давайте, разрывайте могилу, вытаскивайте тело. А он говорит, а мы стоим, молимся, говорит, и переживаем. И он тогда говорит, да что вы, говорит, это святотатство. Говорит, я этого делать не буду. Если хотите, делайте сами. А вот все, кто стоял в духовной чадо батюшке Зосимы, кто поклончики начал делать, молиться, чтобы только не вскрыли эту могилу. Ну и, по милости Божьей, все обошлось. И тут же сразу вопрос, а где этот савати, который вот пивал? Да не было здесь савати, как не было. Нам сказали, что было. Ну, а батюшку Зосиму быстренько отсюда увезли. И он уже тогда служил в Андреевке в храме. Вот так проходило тайное захоронение тела игумена Серафимы. Батюшка, который почил на 94-м году, в 1985-м году. Ну вот все. А цветочки, это вот память, они в этом году даже первый год зацвели. Схемонахиня Полинария, вот так она приехала и садила. Это уже ей было 80, наверное, больше, более лет, когда высаживала эти цветочки сама, без чьей-либо помощи. И сама посадилась, сама полила. Вот и плакала, тут молилась на могилке духовного чада игумена Серафимы. Потому что, когда матушка уже почила в Никольском монастыре, и нам сказали, что она уже отошла ко Господу, вот пришли на могилочку к игумену Серафиму и помолились за нее. Что, бабочка, помолись, родненьки, за свое духовное чадо, схемонахиню Аполинарию. Что почила уже, отошла ко Господу. Ну там они и встретились. КОНЕЦ КОНЕЦ